Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я познакомился с парнем около трёх месяцев назад. Наше общение очень быстро и стремительно развивало. Ему, как и мне, было очень приятно общаться на любые темы. Болтали до двух-трёх часов ночи. Были свидания некоторые с приятным продолжением. Но вот после последней встречи я стал замечать и чувствовать, что он изменился. Ночью пищи звонит, ответы какие-то сухие стали. Насчёт его, насчёт него планов я не устроила. А если бы передал слив более чем дружеский, была рада, нет, ну что ж поделать. Он бывает четыре дня вообще не выходит на связь. А потом звонит и говорит, что скучает и просит о помощи. Недавно так вообще позвонил и сказал, что нашёл себе девушку. Но при этом сказал, что меня забыть не может. Если честно, я не понимал, что мне делать и как реагировать. Если ему нужна помощь, поддержка, он обращается ко мне. Когда я его спрашиваю о том, чтобы брать свою девушку, такой раз отвечает, что я самая лучшая. Я не понимаю, что происходит и что ему надо. То ли он так вызывает у меня ревность, то ли просто сам не знает, что ему надо. Такой вопрос. Ну, на мой взгляд, здесь ключевая проблема заключается в том, что вы не знаете, как реагировать. На мой взгляд, это ключевая проблема. Почему? Потому что вы что-то чувствуете. Вы что-то ощущаете. Но вы не позволяете этому разместиться. Как мне видится. И, соответственно, в этом на мой взгляд и заключается основная ваша беда. То есть, почему-то вы здесь блокируете свои чувства. Вы говорите, я не понимаю, как мне реагировать и что делать. Правда в том, что понимать и не надо. Вам не надо понимать. Вам не надо понимать. Вам надо именно чувствовать это. А не понимать. А вы пытаетесь понять. В чем, собственно, и ставить себя в ловушку по большому счету. Потому что, когда я пытаюсь понять, именно пытаюсь понять, я хочу поступить правильно. Я игнорирую в этот момент свои чувства. Я игнорирую в этот момент свои эмоции фактические. и отсюда начинаются проблемы. Довольно серьезные, кстати говоря, начинаются проблемы. Если вы, конечно, понимаете, что я имею ввиду? Вот. Как-то так. Какой-то такой ответ в первую очередь, я бы хотел бы, мог бы, мог бы вам дать с точки зрения приговора. Второе. На что хочу обратить ваше внимание? Значит, дело в том, что по крайней мере у меня по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, что мужчина боится с вами сближаться. то есть, вероятно, он считает, что вы слишком хороши для него и вас начал избегать. Вот это вот явно проблема отближения. Так что, я бы, я бы посмотрел на то, вот, что это за человек, какого вы выбрали. с которым вы общаетесь. Ну, то есть, с которым вы общаетесь. Вы также говорите о том, что ваше общение началось быстро. вот. И стремительно развивало. Вот когда так происходит, то часто это возникает на страсть. увлечения. Страсти и увлечения проходят, а вот чувства остаются. И это не всегда. К к сожалению, те чувства, которые мы бы хотели. То есть, ну, как бы очень часто это совсем другие чувства. совсем другие ощущения. Совсем другие эмоции. Понимаете, да? Ну, когда страсть снижается, условно говоря, проходит, когда страсть снижается, то появляются разные мысли. вот. Появляются сомнения, появляются какие-то опасения, страхи, страхи, и так далее. Понимаете, да? какая штука. Какая штука. чувства безгендерного, так сказать, элемента, на более личностный. Может быть, ситуация их скорректировать. Но в целом, я вижу вашу главную проблему, это невозможность выражнять свои чувства, попытка как-то их рационализировать, что, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Соответственно, с этого можно и начинать доработать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.